Привет всем, вы на канале HotGameTV. Я продолжаю прохождение. Сейчас мы пойдем освобождать рабов по планетарному квесту. Здесь, кстати, не обязательно воевать, я надеюсь. Сейчас попробую пройти. Прошел. А вот тут вот придется немножко попотеть. Но не сильно. Очень удобно играть этим классом. Делать обычные миски. Не обязательно прорубать себе дорогу через кучу мобов. Беги, чувак. Ой. Незаметно. Так, немножко подлечимся. Офенсив стенс. Офенсив стенс. Так, а это интерс гардианс. Гард стенс. Так, пусть Кайзен будет танковать. Я больше не танк. Так. Офенсив стенс. так отключить контроль тюремный контроль чё defeat slave market кингтон кинг не это не то так вижу все перчаточки хуже моих не рыпайтесь не рыпайтесь ты в общем зря сюда полезла да я крутой маунтейн когда маунтейн злится то есть гора злится земля трясется так написано и небеса становится черными попробуй управление гневом короче ты поплатишься джедай приходи на и по этим координатам если не придешь тысячи умрут вот как он говорит короче они где-то попрятали взрывчатку повсюду и приходи иначе мы уменьшим число твоих людей да маунтейн встретиться с тобой в аду так я не знаю что это нечетки взять все отсюда можно выходить так нам надо встретиться с горой лицом к он думает что победит нас он слишком много на себя берет так куда нам дальше в этом же секторе да сейчас мы разберемся с планетаркой я я думаю с планетарным квестом да 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 с ними драться не обязательно хотя вот это дополнительное задание можно выполнить но не знаю зачем это же бонус да нет это не бонус или бонус не написано что это бонус так что будем делать это а а а а а все да это был это был бонус меня обманули вот уроды как они могли так подожду все появились инфильтрейшн саманта фишер сейчас мы увидим что это за гора такая так стелс стелс так кого-то из них лучше усыпить например тебя рядом с ним пройти вот так вот а не ожидал а вот и гора гора это все они сюрприз нельзя от нас убежать мы все мы все смертельные вместе воплощение смерти вот пресисли а и 5 брак братьев маркской это парк улера туканки кум и выбросил свою жизнь ни за что что ты этот посол ее жалкие инструменты мести и вы провалились что так братья деремся как один короче бариш этот хат он возглавлял эту банду получается раньше тот париж который с послом сейчас он как бы направил нас атаковать эту банду чтобы мы ликвидировали вот этих вот гор которые оказались не один человек а сразу пять бариш похоже на воспользовался республикой чтобы отомстить или что-то в этом роде или чтобы вернуть себе банду ну что ж ты знаешь что я был когда-то лидером кинг танкинг что ты будешь делать с этим знанием с этим знанием република не создает альянсы с гангстерами бариш так как че мурия кимада килистка чана ровно нин дико спа и никуда дэй нинданинга китрита нимокану в айула алькута говорит что он больше не не преступник он занимается легальным бизнесом так позволим мне дальше работать с республикой помогать ей ваши люди делают отличный бизнес лучше чем империя алькута 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 короче просит нас не говорить что он был бандитом потому что посол перестанет ему доверять ему это не нравится как то так приятель приятель ну он еще подкупить меня пытается но если в общем я сказал ему что нельзя так купить как это она сказала дословно хотел нельзя купить себе путь к честной жизни или что то там роди как то так ну в общем он сказал что сам расскажет правду если кто и должен сказать правду то это я он сам с послом поговорит темначе это я я могу отсюда телепортироваться куда-нибудь теперь нам надо вернуться на променад чтобы с ним с ним и с послом поговорить с бандой мы разобрались рабов освободили все сделали так а куда по основному заданию нам в red light сектор по основному заданию давайте уже закончим с планетарным сюжетом и тогда дальше уже отправимся свободно по по основному квесту хотя как закончим тут наверно сейчас направят куда-нибудь еще посмотрим спидер 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 маршада красивое место но мне почему-то надоедает очень быстро слишком много ярких цветов реже начинает резать глаза со временем поэтому маршада после тариса мои нелюбимые планеты от тарис не нравится пошел какой-то угрюмый получился ну естественно там там же катастрофа произошла так кинтон кинги отступают наконец-то республиканские граждане могут спать спокойно но бариш мне только что рассказал печальные новости я рассказал ему о своем прошлом теперь ты довольна говорить правду хорошо но твой посол недоволен короче у республики на наршаде мало союзников и связь с баришем дал будет продолжаться но он будет следить за ним приглядывать чтобы он не учудил чего спасибо за все что ты сделала особенно за то что открыла правду оборудованные Как ты из тех нескольких людей, которым я могу верить здесь, ты возьмёшь на другую задачу? Один местный человек, который называл Айлокс, просит Республиканская помощь в северном секторе. Если ты находишься там, пожалуйста, говори с ним. На наршаде он, наверное, самый большой. Ну, вряд ли самый большой, конечно. Так, ладушки, поговорили со всеми. Теперь мне надо прыгнуть на свой спидер, который я не могу найти, и отправиться в Red Light Sector. Опять же, и планетарный сюжет, и основная сюжетка, они все там. Я сейчас думаю, заканчивать серию или нет, начать продолжение в Red Light Sector в отдельной серии. Ну, ещё вроде мало записал. Посмотрим, может сделаю одно задание сейчас. Red Light Sector. Кодекс добавился. Если кому интересно, почитайте. Поучите английский. Полезно. Я бы и сам с радостью. Да мне лень. Хе-хе-хе. Вот так вот. Если честно, если бы не моя лень, я бы уже давно выучил English и без проблем бы на нём говорил. Я, кстати, недавно сделал глупость, о которой расскажу вам, чтобы вы посмеялись, пока я еду куда-то. Я купил Shadow of Revan. Нет, расскажу позже. Давайте-ка лучше звонок примем. This is there in Cedrax. Can you read me, Jedi? Да, я тебя слышу. Я присутствую и слушаю. The Lancers left the chance to hire me. Their boss, Clayjia, is at meeting ground right now. Короче, нам надо встретиться с лансерами, их босс уже прибыл на месте встречи. Clayjia его зовут. Так вот, планетарка, давайте её ещё возьмём. Я фрилансер-инвестигейтор, частный детектив. В общем, он представился, он частный детектив, и у джедаев часто просит о помощи, но это очень важно. Кто-то из республики должен знать, во что он наступил, ну, то есть, что он узнал на случай, если он исчезнет. Ну, то есть, как исчезнет, убьют его. I don't understand. Are you in some kind of danger? Almost always, but this is different. There's bad business going down at Club Euphoria. So some Republic fleet officers go in, but they never came out. I decided to snoop around. Needed to one of the back rooms. Was full of slave cages. Короче, происходит что-то ужасное в каком-то клубе ночном. Республиканские солдаты туда заходят, но никогда не выходят оттуда. Я решил разнюхать и наткнулся на клетки, в которых рабов держат. Why would a club need slave cages? You'd be surprised what goes on here. But there's more to this. Club Euphoria has major security. Way above normal. The guards are boosted with combat adrenals and cybernetic implants. Whatever is happening, it's worth killing to keep secret. Somebody needs to rescue those officers. You did the right thing, Ilocks. I'll handle this. And the force be with you. I always wanted to say that. Да пребудет с тобой сила. Ха-ха. Всегда хотел это сказать. Ха-ха. Прикольный чувак. Его раса называется Ивокай, кстати говоря. Так, ладно. Ну ладно, напоследок расскажу, что за прикол случился. В общем, купил я, пока еду. Купил я Shadow of Revan, да? В чем проблема, скажите вы? В том, что я покупал его по кредитке. И на сайте, когда нажал кнопку Buy, мне выскочила ошибка. Мол, покупка не была совершена, придите позже. Понимаете, да? Но я нетерпеливый человек. Я вернулся назад-обратно на страницу покупки и нажал еще раз. Потом я вернулся еще раз после очередной ошибки и нажал еще раз. И так шесть раз. В итоге получилось, что эта ошибка полный фуфел. Все прошло. И я шесть раз купил... Ой, фут и хат картель. Шесть раз купил Shadow of Revan. Ну вы понимаете. Это я продолжаю тему английского языка. Потому что я, конечно же, хотел вернуть свои деньги. И чтобы это сделать, я написал в техподдержку. Здесь есть где-то такая ссылочка. Техподдержка. Вот тут-то. Да. Это request help. Да. Вот тут вот. Пишите. Create ticket. Создать ticket. И я писал на английском. Чтобы мне что-то вернули. Мне вернули сообщение. Точнее прислали сообщение обратно. Типа, спасибо, что обратились. Чтобы решить проблему, позвоните в техподдержку. Ну вы понимаете какую техподдержку. Либо британскую, либо американскую, либо французскую. Так как русской поддержки здесь нет. И вот я очень боялся туда звонить. Думал моего знания английского не хватит. Но в итоге, блин, жадность до денег моих собственных, естественно, превысила весь страх. И я позвонил. В итоге на английском разобрался. Все вернули. В общем, так что английский очень полезен. Учите. Так, ладно. Всем спасибо за просмотр. Закончил уже серию. Всем пока. Ставьте лайки, не забывайте. Увидимся в следующей серии.